В поисках лучшего решения в Наринмаре обсудили способы и методы борьбы с алкоголизацией населения. Круглый стол, посвященный этой проблеме, организовала прокуратура Ненецкого округа. Впрочем, больше говорили о том, как бороться с нелегальными торговцами горячительных напитков в городе и на селе, и о том, какую роль в борьбе с этой проблемой должны играть правоохранители. По мнению прокуратуры, на сегодняшний день есть серьезные пробелы в работе по данному направлению. Благодаря совместному обсуждению проблемы удалось выработать ряд важных решений и найти понимание, в каком направлении двигаться. 117 литров алкоголя в год. Именно столько, согласно данным статистики, потребляет каждый житель округа за исключением несовершеннолетних граждан. Несмотря на это, в прошлом году число преступлений среди несовершеннолетних составило 16% от общего числа. Львиная доля пьяных преступлений приходится на взрослых. Дебоширство, убийство, нарушение общественного порядка. Этот список продолжает и пьяное вождение. В прошлом году за руль в пьяном виде, причем уже лишенный водительских прав, повторно сели 26 человек. За 4 месяца этого года таких уже 16. Большой объем правонарушений фиксируется в вечернее и ночное время, когда продажа алкоголя запрещена. Тем не менее, купить горячительное в запрещенное время не составляет труда. По итогам прошлого года и начала этого из незаконного оборота изъято свыше 17 тысяч литров алкоголя. И работу в этом направлении необходимо усилить. Вместе с тем хотел бы отметить о недостатках в деятельности правоохранительных органов взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Необходимо нам активизироваться по расследованию преступлений, связанных с изъятием контрафактного алкоголя. Это выявление точек сбыта. И здесь, к сожалению, есть как факт изъятия алкогольной продукции незаконной через сеть. Интернет – это сегодня популярный способ. В этом же списке таксисты и те, кто торгует алкоголем на дому. Таким образом, к 53 юридическим лицам и 112 магазинам и местам общественного питания, официально реализующим алкоголь, добавляется не один десяток предприимчивых торговцев. Борьбу в этом направлении необходимо вести совместно, отметил глава региона Игорь Кошин. В этом году мы еще получили рост смертности от отравления суррогатной продукцией. Поэтому у меня просьба очень внимательно эту тематику обсудить. Отдельная будет просьба нашим муниципалитетам – определяйте границы в рамках своих полномочий, где разрешена торговля. Там, если говорить про город, у нас есть как минимум два заведения, на которые постоянно идут жалобы. И в принципе, я думаю, что Гурсовет совместно с администрацией вполне самостоятельно рассмотрит эту проблематику и просто расширит границы, где запрещена торговля спиртной. К решению вопроса подключились и правоохранители. Они внесли в собрание депутатов Нинского округа предложение об ограничении продажи алкоголя крепостью 16% и менее в организациях общепита. Там предлагается запретить продавать алкоголь с часу ночи и до 11 утра. Впрочем, законодательные запреты не всегда эффективны, отметили организаторы круглого стола. Здесь важна работа правоохранителей, в частности участковых, на местах. Сейчас в ряде случаев такая работа является провальной. Так, в марте текущего года ОМВД России и Панава было направлено для организации доследственной проверки порядка статистов 144-145 УПК РФ обращение от жителей поселка Шойна, поступившие в прокуратуру округа по факту незаконного сбыта одной из жителей с указанного зеленого пункта спиртосодержащей жидкости. Проведение проверки поручено участковому полномочному полиции Волкову. Последний, не проведя ни одного проверочного предприятия, принял решение об отказе в заключении главного дела за отсутствие действия указанного лица состава преступления. Выявлять нелегальных торговцев алкоголем сложно не только на селе, но и в городе. В действии в рамках законодательства невозможно получить реальную картину, кто, где, когда и какого качества продает спиртосодержащую жидкость. Все ее лица и индивидуальные предприниматели заранее знают о проверках. В рамках 294-го федерального закона мы их уведомляем. И они, в общем-то, убирают с прилавков всю продукцию со стекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество и безопасность. Поэтому достаточно сложно их здесь поймать. Пока не решить проблемы с нелегальной торговлей алкоголем, не решить и проблемы с алкоголизацией населения в целом. По данным Нейнской окружной больницы, на учете с диагнозом алкоголизм в прошлом году состояло 642 человека. В этом добавилось и еще 40. Отчасти решить проблему помогут медицинские вытрезвители. Упраздненные ранее, они получили право на вторую жизнь. Сейчас в регионе ведется работа по созданию медучреждения. Пока же граждане веселе доставляют в полицию. У нас есть две камеры, куда мы можем помещать данные граждане. Одну из них постоянно занимает, во всем известном, наш хозяин Геннадий, который порядка 300 суток в году находится у нас. Вот одна камера свободная. К сожалению, этого недостаточно. Мы сейчас даже приняли решение, в совершении начальника управления, кабинет начальника дежурной части решили переоборудовать под дополнительную камеру. Между тем, отметили организаторы круглого стола, правоохранительным органам необходимо усилить работу в борьбе с теми, кто продает и теми, кто потребляет алкоголь вне времени и вне положенного места. Так необходимо усилить оперативно-розыскную деятельность, качественно и проводить доследственную проверку, внимательнее оформлять документы и реагировать на законные требования прокуратуры. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.